С какими вопросами чаще всего обращаются к властям жителей районов и насколько оперативно муниципальные чиновники решают проблемы. Об этом зашла речь на расширенном совещании с главами районных администраций. В поездку дня в Кучеле четыре насущные темы. Все они станут руководством к действию для местных властей на ближайшие годы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Ни один вопрос местных жителей не должен оставаться без внимания районных властей. Открывая совещание, глава республики отметил, что после своих рабочих поездок в муниципалитеты он держит на контроле, как чиновники исполняют поручения. Проблем немало и их необходимо решать. Где вопросы связаны с финансовыми средствами, которых в бюджете нет, конечно в среднесрочной перспективе мы будем их предусматривать. В десяти муниципалитетах в прошлом году не досчитались собственных доходов. На последних позициях этого антирейтинга разместились Аликовские и Янтиковские районы. Темпы роста там не превысили даже 100%. Причем в этом году должны увеличиться расходы на реализацию указов президента страны, в частности на повышение заработной платы. Меньше всего сейчас получают работники отрасли культуры. За красную черту так называемого индикатива опустились многие муниципалитеты. У нас за 2012-2013 годы в муниципалитетах создано 214 учреждений культуры. Вопрос, почему? В последующем вы не можете управлять ими, в свое время на отчетности срывается. Решить эту проблему необходимо в ближайшее время, отметил глава региона. Работа клубов на селе должна быть оптимизирована. Но против их закрытия выступают местные жители. В некоторых районах находят выход из положения. Оптимизацию делаем. Не площадки оставляем, например, не библиотеки содержим, а площадки, чтобы центральная библиотека поселительская приезжала и обслуживала. Повысилась с начала этого года и плата за детский сад. Рацион питания малышей привели в соответствие с санитарными нормами. Их необходимо соблюдать. Хотя по итогам прошлого года некоторые муниципалитеты представили необычные отчеты. До школьных учреждениях Порецкого района кормить детей умудрялись три раза в день. Причем всего за 25 рублей. Просто родители приносили необходимые продукты питания и обеды. Сам удивлялся, что готовились практически за символическую сумму. А в целом по району, когда сложили, вот такая сумма. Глава республики отметил, что впредь такого допускать нельзя. И в Чебоксарах, и в сельских районах плата за питание в детских садах должна быть доведена до единого уровня. Муниципальные чиновники обязаны разъяснить местным жителям, из-за чего выросли цены. Медрик Ковалев и Николай Яковлев. Республика.